Всем привет, с вами Вася из Нью-Йорка и канал про Америку. Сегодня с вами сравним старые районы Нью-Йорка и Магнитогорска. Фото в конце прилагаются. Обратите внимание, здесь я гуляю по району примерно 30-х годов постройки старые дома. Старые многоэтажки. Дом, в котором я живу, 36-го года постройки. Я его очень часто показывал. Он кирпичный, у него 6 этажей, есть лифт, мусоропровод. Ну, в принципе, обычный такой стандартный дом. Высокие потолки. В Магнитогорске такие потолки называются ленинские. Ну, как в ленинских домах или в сталинках. Высокие. Этот райончик довольно-таки старый. Это станция Kings Highway, где трены B и Q. Здесь, разумеется, много новостроек. Здесь много частных домов вот справа. Тут новостройки. Но большие кирпичные дома, которые я постоянно показываю в своих роликах, вон там дальше дом, это примерно 30-е годы постройки. Фотки Магнитогорска, которые я покажу. Вот, высокие дома, это 30-е годы постройки примерно. Жилые дома вот впереди. А фото Магнитогорска, которые я покажу, это 40-е и 50-е годы постройки. Я не скажу, что здесь прям восхитительная архитектура, но эти дома нормально выглядят. Они не разваливаются. Потом вы по фоткам Магнитогорска поймете, о чем я. Я, конечно, не хочу сказать, что Магнитогорск там разваливается. Я покажу аналог старых магнитогорских домов. Типа гетто, если так по-русски сказать. Причем в Магнитогорске есть район, который строили пленные немцы, они стоят до сих пор в идеальном состоянии. Они так шикарно выглядят, они не похожи на Россию. Немецкие эти постройки в Магнитогорске, которые строили немцы, они выглядят просто шикарно. И когда смотришь, как строили обычные магнитогорцы в то время, немножко грустно становится. Потому что вы увидите, в чем там прикол. Там, да. Яблони, смотрите, как красиво цветут. Вот справа дом. Обратите внимание, впереди. Примерно тоже 30-е годы постройки. Совершенно по-другому. Причем, если я вам покажу гетто, а я гетто на канале много раз уже показывал. Я столько раз там был. И там, представляете, подъезды чистые. Не списанные, не испачканные. В гетто Нью-Йорка подъезды чистые. И вы не поймете, что это гетто, если вам об этом не сказать. Причем, многие считают, Гарлем гетто, он был опасным районом раньше. Сейчас он уже давно нормальный район. А там настолько красивая старинная архитектура. Вот я на той неделе выпуск делал и показывал ролик, где там храмы красивые, яблони цветут, белочки у меня там еще бегали. Это рядом с Гарлемом, там университет. И люди просто не заметят, если я в Нью-Йорке покажу гетто. Здесь я поэтому показываю этот район как пример района. Дома, которые построены в 20-30-х годах. То есть, ну, почти 100 лет района. Можете не сравнивать с московскими сталинками, с шикарными, красивыми, парадными такими. Или с питерскими красивыми парадными домами. Потому что я в Нью-Йорке такое могу показать, что ваши сталинки просто убегут скулить и нервно курить в сторонке. Будем показывать обычные районы. Как мне некоторые говорят в комментариях. А ты заверни за угол, покажи, как живут простые люди. Вот я завернул за угол от красивых районов, от красивых улиц Манхэттена. Вот я завернул за угол. Я приехал в спальный, можно сказать, район. Но здесь не только обычные дома. Здесь торговые центры, магазины, довольно-таки жилой райончик. Тут транспортная развязка. Ну, то есть, как видите, жизнь кипит. Примерно от 30-х годов. Причем здесь раньше была старая индейская тропа. То есть, на месте этой улицы, Кингс Хайвей. Я читал об этом. То есть, по сути, этой дороги несколько сотен лет. Прикиньте, да? Этой станции метро больше 100 лет, по-моему, если не ошибаюсь. 1916-го или 20-го на годы постройки. Ну, вот именно этой станции метро около 100 лет. Только представьте. Причем, насколько уже тогда... Да, это сейчас уже выглядит не так шикарно. И не особо-то и красиво. Вот там какие-то ремонтные работы ведутся. Ну, вы представьте. 100 лет. Он еще и несколько сотен лет простоит. И вот я 100% уверен. Потому что раньше умели строить. Да, конечно, это не идеально. Но это то, что меня некоторые просили показать. Нетуристический Нью-Йорк. Обычные районы. Как мне сказали, заверни за угол, пройди пару районов. Мне еще писали. Ты давай съеди на отшип Нью-Йорка и покажи окраины города. Но если я покажу окраины города, люди просто пойдут, некоторые, плакать в сторонку. Потому что на окраинах городов находится частный сектор в Америке. Там дома, извиняюсь, еще дороже. Там недвижимость намного дороже, чем вот это я, которое вам сейчас показываю. Это просто самые обычные такие смертные квартирки. Примерно 20-х годов постройки. Вот видите, все эти фрукты из ларечков выносят днем, а вечером их туда заносят. Если магазин работает до определенного часа, то это все заносится. А есть магазины, которые работают круглосуточно. Это к вопросу о том, некоторые блогеры почему-то говорят, что в Америке нет круглосуточных магазинов. Ну, у меня в районе есть. А в районе, где живут те блогеры, просто таких магазинов нет. А у меня есть. И все это можно спокойно купить. Причем среди этих магазинчиков может быть маленький такой вход, вы не заметите. И там будет подъем на этажи жилые. Здесь очень узкие ступеньки такие, лестничные пролеты. И я иногда не понимаю даже, как люди заносят туда диваны крупные или шкафы. Потому что здесь лестницы намного уже, чем в России. И мне, как человеку, который родился и вырос в России, это непривычно очень. Если вы заедете в так называемые гетто, которые я сто раз показывал, можете поискать на моем канале. Гетто наберите. Да вы и так, я думаю, наберете гетто, кому интересно. А теперь пробежимся по отличиям. В гетто могут жить те, кто живет, например, по социальной программе, в квартире, которую им арендует государство. Я про Америку, разумеется, говорю. Потому что я в Мактогорске. Я вообще не слышал, что были такие государственные программы, что жилье раздавали бесплатно. Сейчас многодетным предлагают какую-то льготную в России ипотеку. Но не бесплатные квартиры. Гектар где-то там на Арктике, на Атшибе предлагают в России. Пожалуйста, разводите помидоры среди пингвинов. Главное, чтобы пингвины не сперли ваши помидоры. Только следите за этим. Чтобы белый медведь в теплицу не проник. Кто сожрет ваши огурцы вместе с вами. Вот. То есть, ну тут даже сравнивать нет смысла. Потому что в Америке огромная социальная поддержка идет бедным слоям населения, тем, кто не может себе что-то позволить. Если у вас несколько детей, если вы в Нью-Йорке получаете полторы тысячи долларов, и вы один, то вы считаетесь бедным. Полторы тысячи долларов и ниже. Если вы вдвоем живете, у вас два ребенка, и вы получаете 2700 долларов на семью и ниже, то вы тоже считаетесь бедным. И вам государство может помогать. Оно может снимать вам жилье. Но это уже зависит от вашего дохода. Там существуют разные программы. Я в них особо, если честно, не вникал. Я на них и не планирую никогда претендовать. Также вам будут полагаться фудстемпы. То есть, государство будет выделять специальные карточки банковские, куда раз в месяц будут приходить денюжки. Там на еду выше крыши. Я уже говорил, что я скромно, когда начинал жить в Нью-Йорке, я тратил 300 долларов. Скромно. Вполне себе можно. Если так же закупаться где-нибудь там, рыбы в морозилку все закидать. Там мясо, курица, индюшка здесь популярна. Фрукты, овощи постоянно покупать. Креветки большие по выходным. То вполне себе можно на 300 долларов жить. А в фудбанке еда вообще бесплатная. Ну, то есть, вполне можно жить. Причем, бедным семьям еще государство и сотовую связь оплачивают. Еще и телефон вам дадут. Здесь постоянно, вот конкретно где-то по этой улочке еду, часто стоят люди. Они предлагают социальные телефоны. Я не знаю, как они их оформляют. Там 4G, какой-то интернет, смартфоны, планшеты. Они это все людям раздают. Но я условия ни разу не спрашивал. Хотя они, кстати, говорят на русском. И многие пенсионеры подходят, интересуются, спрашивают. Параллельно смотрите вот эти дома 20-х годов, 30-х постройки. Большие дома, высокие уже 30-х. А вот эти маленькие, насколько я помню, 20-х. Это моя качалка, кстати. Джим. То есть, и я молчу о том, что им медицинская страховка, бедным, будет бесплатная. Потом можно будет посмотреть, в конце сейчас будут фотки, скоро Магнитогорск, район Первомайская. В общем, левый берег. Жители Магнитогорска меня поймут. Простите меня, жители Магнитогорска. Я очень тепло отношусь к вашему городу. Но если сравнивать адекватно с гетто, то... В принципе, такие дома тоже будут, если не хуже. Надо сравнивать подобное с подобным. Не с парадными красивыми домами Питера или Москвы. Потому что в Нью-Йорке тоже можно найти красивые парадные дома, которым больше 100 лет. И газовые фонари здесь, между прочим, до сих пор работают в старых красивых районах. Если интересно, я тоже могу как-нибудь сесть, вам показать. Так что я сравниваю простенькие райончики Нью-Йорка и простенькие райончики Магнитогорска. Там, где я лично ходил. Если кто-то ходит по простеньким райончикам... Ну, у тебя, батюшки, какая собачка. По простеньким районам Магнитогорска, Питера, Ялты даже. Да, можете тоже показать. Я в Ялте маленький был. Это было очень давно. Я помню эти дворы. Ну, простите меня, ради бога. Но шикарными их не назовешь. Если не на лицевую сторону смотреть. И разница-то в том, что в Америке, в Нью-Йорке, бедным славянам населения, которые живут в бедных райончиках, помимо того, что государство поможет еще и квартиру снять. Разумеется, я говорю про граждан Америки. Давайте будем честными, потому что нелегалам никто нафиг помогать не будет. Как тут живут нелегалы, я не знаю. Эту тему я никогда не трогаю. Все, что я говорю, я говорю про людей с легальным статусом. Абсолютно полностью легальный статус. Кто работает легально. Мне некоторые догадываются в комментариях писать, что я в Америке прожил два года нелегала, мне что-то не понравилось. Ну так, ёпо, РСТ, лазунь. Разумеется. Я-то говорю про легальный статус. Я не знаю, как живут нелегалы. И здесь будет и бесплатная медицинская страховка бедным, и... Тоже клевые птички. И связь будет бесплатная. В языковой школе вам еще и ноутбук дадут. То есть, вообще, без проблем. Спокойно можно жить. Фудстемпы дадут, если вы не берете фудстемпы. Даже если вы, кстати, нелегал, хоть кто, вы имеете право пойти в фудбанк и набрать там еды. Бесплатно. Иногда спросят какой-нибудь ID. А, могут и не спросить. Иногда просто имя и фамилию спросят. В любом случае, это им нужно для внутреннего учета, и никуда не идет. Так что, как видите, это старый район Нью-Йорка. Что мне нравится в Америке, везде флаги висят очень красиво и патриотично. Мне кажется, в России бы это тоже не помешало. Везде флаги, чтобы висели. Это действительно очень красиво смотрится. Да и в России много бы чего не помешало. Прогрессивная шкала налогообложения, например, бы тоже в России не помешала. Чтобы люди были подобрели, чтобы конституция в России работала, но это бы тоже очень сильно не повредило бы Россию. Знаете, что еще грустно? В русских районах, в русскоговорящих, так грязно всегда. Правда. Я в Гарлеме был. Много где я был в Гарлеме и в Бронксе. Знаете, русский район, он очень сильно похож на не совсем благополучные районы Нью-Йорка. По мусору. Кто нас заставляет мусорить? Пожалуйста, люди, объясните мне. Я никогда в жизни не мусорил. Мне совесть не позволит даже огрызок от яблока кинуть на землю. Тем более бумажку. А здесь такой бардак. Я не понимаю. Я искренне не понимаю. Это минус Нью-Йорка. То, что люди иногда мусорят. Особенно в русских районах. Почему? Я не пойму. Я не знаю, кто это делает. Я никогда это не делал. Я не представляю, кто может мусорить. Тут еще ветер более-менее все сдул. Теперь мы переходим к Магнитогорску. Фотография. Первомайская будет первая. Вот. Это жилые дома. Без комментариев. С 40-х, 50-х годов постройки. Эти квартиры продаются. Там живут люди. Да. Это живут люди. Тут везде они живут. Без шуток. Все. Так выглядит окраина Магнитогорска. Я не шучу. Я не прикалываюсь. Можете посмотреть. Некоторые были взяты из объявлений по продаже квартир или комнат. Это... Ну, вы понимаете, что в объявления по продаже люди выкладывают самые лучшие свои фотографии. Я очень люблю Магнитогорск. Я там родился, вырос и прожил 32 года. Это окраины Магнитогорска. Они так выглядят. У меня... Ну, я не буду никак комментировать. Просто смотрите. Ториск. Ториск. Продолжение следует. Продолжение следует...